приветствую всех кто следит за моим каналом сегодня у нас будет обзор на месяц сентябрь и вот я сняла поближе эту орхидейку это нас краила ретро кала наверное все ее знают каждую осень то есть в начале осени она у меня вот так вот прекрасно цветет здесь у меня наросло уже получается четыре растения вот эту детку я отделяла вот это вот уже даже зацвела в общем вот такое потрясное растение которое живет уже своей жизнью на этом блоке вот такая красота и так что же дальше что же еще цветет у меня в моей коллекции поехали цветет булбофилум фасинатор хочу побыстрее его заснять потому что работает опылитель кто следит за моим инстаграмм я уже выкладывала там как мухи опылили его и после этого у нас образовалась семенная коробочка которую я через какое-то время срезала потому что все таки хочется иметь цветы они семена вот пожалуйста это нахальство так они опыляют мои орхидеи разве за ними уследишь ну и как только я обрезала эту семенную коробочку растение начало развиваться развивать свои бутоны и зацвело а когда росла эта коробка оно не цвело сейчас он у меня цветет на три цветка и аромат конечно я ощущаю я не могу сказать что это какая-то тухлая рыбка но какой-то непонятный запах не могу сказать что он неприятный но он есть растет этот булбофилум у меня на блоке это просто полено я на нем его получила и просто решила не отдирать хотя летом содержать его достаточно тяжело он очень быстро пересыхает и приходилось этим летом мне его поливать два раза то ли три раза потому что лето было очень жарко здесь у меня растет не только простой фасинатор но еще и семи альба но вместе они еще ни разу не цвели может быть получится вот этой осенью осенью они хорошо цветут в нашем царстве и государстве еще живут вот такие вот геккончики это совсем малыш живет у нас здесь целая семья живет у меня он под оливковым деревом ну вот а сегодня случайно я обливала здесь все и его смыла напором воды а теперь он бедный сохнет вообще они конечно не выходят на солнце и охотиться только по вечерам а днем они спят продолжает цвести отсидем у него распутился уже третий цветонос и даже не скажешь что вот эти два цветоноса цветут уже где-то полтора месяца очень красивый не вот у меня есть из ансидиумов еще один который варигатный и вот я сейчас покажу его цветочки так выглядят цветы отсидима варигатного симпатичная гроздь на такой длинной длинной удочки сама ансидиум размером как отсидиум твингль только у него вот таких как бы сполохи варигатный покупал я этот ансидиум лет года четыре назад у одной тоже из коллекционеров орхидей и у нее варигатность была видна больше потому что она выращивала в таком тенистом месте но он у нее не цвел после того как он у меня стал висеть здесь на ярко в яркой тени в варигатность это исчезло почти но зато он стал цвести поэтому я выбираю все-таки цветы чем варигатные листья например вот здесь вот у меня висит мой дендробиум тоже варигатный и у него варигатность это не исчезает когда он на ярком цвету наоборот он начинает краснеть а ансидиум если мы хотим чтобы у него были варигатные листья надо его выращивать в тени раньше он у меня рос на блоке но так как я очень часто сейчас уезжаю мне пришлось блок посадить в горшок немножко доложила туда мха и так вот он у меня растет тем самым он хорошо переживает небольшие просушки зацвел айрангис пунктата я имею 2 цветоноса поэтому цветут два растения в этом году он мне дал еще плюс 2 детки получается у нас здесь 4 растения не знаю с чем это связано хотя каждый цветонос насколько я знаю может дать два цветка то есть поживем увидим может быть в каком-то году в следующем он мне даст еще по два цветка в этом году что я обнаружила где-то с 7 часов вечера почувствовала просто потрясный аромат сильный и не могла сначала понять что это но так как на рамке у меня цветет только вот этот айрангис я его понюхала и поняла что аромат именно его температура у нас вечером была как раз 22 градуса он стоит у меня еще пока на улице и вот я стала ощущать этот аромат если бы температура упала то аромата я бы не они не ощущала то есть вот я так по наблюдениям по своим как когда температура повышается до 22 где-то он начинает ароматить при низких температурах он не не пахнет ну и днем он вообще не пахнет и конечно очень красиво наблюдает за его бутонами когда они развиваются вот эта шпорца она закручена и очень красиво смотрится поэтому он красив и в бутонах и также в цветах цветок имеет хорошую красивую форму и он крупный по сравнению с растением растение у меня как вы видите посажено на пробковый користый блок в нем очень много маленьких дырочек и корни очень это любит потому что когда я поливаю там вода скапливается и потом он выпивает стараюсь его поливать два раза в день но как все растения на этом на этой рамке цветет у меня каждый год он осенью здесь у нас распустился благофилом манилеформа я не ожидала в этом году так как его поделила и вот сейчас то что мы видим это у нас изнанка от цветка потому что сам цветок он смотрит в другую сторону вы видите да какой маленький и вот здесь вот кстати вот еще один бутончик то есть это самая маленькая орхидея в моей коллекции попробую я показать его вот он какой ну и бутончик тоже сам по себе он несложный растет он у меня не в каком-то флорариуме просто на улице как и все остальные ну и также он при регулярном поливе растет достаточно быстро я вообще за те орхидеи которые цветут крупными цветами но вот этот вот почему-то до сих пор держу своей коллекции он кажется мне очень интересным ну и этот коротенький обзор я хочу закончить на вот этом красавцы это у нас по фиопеде вам филиппин эндзи распускается так как он еще пока стоит у меня на улице а температуры у нас уже понижаются по ночам до 16 градусов все процессы замедляются орхидеи и он распускается но очень медленно когда-то я купила маленький сеяниц и вот наконец-то он дорос до взрослого состояния и зацвел я думаю в октябрьском обзоре я его покажу еще раз так как он наверное распустится наконец-то растение само по себе не крупная вот такое полосатая симпатичная и сохранитесь как раз меня сейчас дуют бутоны и думаю что тоже войдет уже в октябрьский обзор я благодарю вас что смотрите мой канал я вам желаю только добра и терпения удачи и увидимся скоро скоро на моем канале до встречи пока пока удачи